Итак, подмосковный Жуковский на несколько дней становится центром притяжения для всех, кто неравнодушен к авиации. Этим утром там открылся один из крупнейших отраслевых форумов, Международный авиакосмический салон. На Максе 2015 ожидаются сотни тысяч гостей. Увидеть можно и отечественные, и зарубежные разработки. Причем последних, несмотря ни на какие, санкции действительно много. Запланированы и демонстрационные полеты, в том числе столь любимые многими выступлениями пилотажных групп. Но первые несколько дней авиасалон будет работать только для специалистов. На месте находится наш корреспондент Иван Прузоров, и он готов рассказать обо всем в прямом эфире. Иван, ждем от вас подробностей. Добрый день, Лариса. Ну что, можно с уверенностью сказать, что Международный авиакосмический салон Макс 2015 в Жуковском не просто официально открыл свои двери для посетителей, а успешно начал работу первый подписанный контракт на сумму 70 миллионов долларов по поставкам российских самолетов на Кубу. Они будут летать на местных и латиноамериканских авиалиниях. Ну и буквально за пару часов, с того момента, как салон открыл свои двери, его посетили уже несколько тысяч человек, действительно толпы гостей. И это очень показательно, что несмотря на санкции, интерес зарубежных партнеров к форуму не снижается. О своем участии заявили примерно 30 стран и около 150 компаний зарубежных. Среди них такие мировые гиганты, как Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Bombardier. Они стремятся сотрудничать с Россией. Свои образцы, вопреки политике официальных властей, разместят и американские производители. Ну а крупнейшая иностранная экспозиция принадлежит Франции. Авиасалон не посетят Украину и Израиль, но их место заняли Турция и Южная Африка. Ну а Китай, с которым Россия планирует наладить производственную кооперацию, вовсе увеличил свою экспозицию в три раза. МАКС — одна из лучших платформ для продвижения нашего оборудования ракет. Как вы знаете, Брамус — это объединенное предприятие Индии и России. Мы очень гордимся тем, что находимся здесь и имеем возможность представлять наши ракеты. Наши компании до прибытия на выставку находились в контакте с различными российскими компаниями и назначали встреч. Надеемся, что в ходе этого салона нам удастся заключить контракты с российскими компаниями в области производства и в сфере технологий. Разумеется, авиасалон — это выставка передовых достижений авиакосмического хозяйства. Российские новинки здесь будут представлены как никогда богато. Вертолет Ми-38 сменит один из самых распространенных сегодня винтокрылых машин Ми-8. Впервые также на авиасалоне покажут Су-30СМ — это модернизированный истребитель, который с лета прошлого года принят на вооружение морской авиации. Обещают представить и первый российский беспилотник «Чирок» на воздушной подушке. Это позволяет ему садиться и взлетать в любых условиях, буквально даже с болота. В серийное производство его обещают запустить через два года. Видели мы уже и морской вариант вертолета К-52 «Катран». Что касается зарубежных новинок, главное, пожалуй, из них — это новейший пассажирский самолет Airbus A350. Он буквально в январе этого года отправился в первый коммерческий рейс. И завтра, как обещают представители компании, поднимется в воздух над Жуковским. Но вообще же нынешний авиасалон называют выставкой импортозамещения. Самые важные российские новинки — это новые двигатели для самолетов и вертолетов, которые полностью разработаны и произведены в России. Все они позволят отказаться от импорта комплектующих и целых силовых установок. Например, двигатель ПД-14 для нового гражданского самолета МС-21. Этот лайнер, кстати, посетители тоже увидят. Но, правда, он летать не сможет. На выставке представлен только первый собранный экземпляр. Планируется поднять в воздух его следующим летом. Но и очень символичным в отечественной линейке будет демонстрация лайнеров «Сухой Суперджет», который проделал выставочный путь от прототипа к модели, которая сегодня запущена в серийное производство. Количество стран, которые представлены своими делегациями, это десятки стран. То есть даже европейские наши коллеги, которые находятся в режиме стран, объявивших санкций, и то присутствуют здесь и показывают свою продукцию. Но никогда не поверю, что с российского рынка кто-то хочет добровольно уйти. Даже принудительные то будут упираться, держаться за наш рынок. Но и на этой масштабной площадке для бизнеса планируют подписать многомиллиардные контракты, как и два года назад. Сегодня, в том числе и с Иорданией, и Саудовской Аравией, в Жуковске приедут короли этих стран. Ну а также с Ираном. Выставку планируют посетить вице-президент этого государства. Ожидается, что сегодня прибудет президент России Владимир Путин. Он планирует посетить авиасалон вместе с ближневосточными монархами и высшим руководством других государств. Ну а сейчас буквально недалеко отсюда, в нескольких километрах, свое мастерство оттачивают 8 пилотажных групп, среди которых и известные стрижи, и русские витязи, и новички авиасалона, крылья Тавриды. Но в целом планируют представить на Максе больше 200 различных летательных аппаратов. В общем, как и несколько лет назад, и как обычно, авиасалон Макс-2015 планируется провести на высоте. Лариса. Это был Иван Прозоров из подмосковного Жуковсова, где стартовал 12-й международный авиакосмический салон. Иван Прозоров из подмосковного Жуковсова